Продолжение следует... Вирус, вакцинофобия, ожидание войны, финансово нестабильность, в конце концов, подорожание всего, что продается за деньги, список плохого, ну, буквально уходят в пол и стелятся в соседнюю комнату. Как на этом фоне сохранить самообладание и не просто объяснить себе, зачем ты просыпаешься утром, но и при этом создать некое подобие искренней улыбки на лице в предновогодние дни? Расскажите, пожалуйста. Дело в том, что сейчас у многих людей возникает такая гиперкомпенсация того, что мы, в принципе, весь год стабильно, ну, можно сказать, немного стабильно шли по этому пути, и Новый год — это как такое предвкушение, как конец этого пути. И тлеющие проблемы, которые были до этого, они вроде сейчас имеют повышенную актуальность, поэтому у человека возникает такая немного гипертревога, у некоторых неврозы, психозы, бессонница. Это все связано с тем, что у нас очень много накопленных таких деструктивных состояний, с которыми мы на протяжении года не справлялись. И сейчас возникает такая общая эйфория предновогодних дней, что будет новая жизнь, новорождение, какие-то новые праздники нам привнесут совершенно другие изменения, несвойственные нам в течение всего года. И наша задача — не вгонять себя в эти рамки, наша задача — не подвергать себя сомнениям, что мы что-то не успеем, а наоборот, постараться успокоиться, потому что многие на удаленке, многие фоново через пандемию вот эту тревожную свою паническую внутреннюю часть составляют активно. Ну вот, как вы правильно заметили, тревога растет не первый день и никуда не исчезает при этом. Более того, имеет она эффект запаздывания и даже накопления. Много специалистов об этом разговаривали и говорили, и упоминали. Вот на ваш взгляд, дайте совет, можно ли самому справиться с холодным комком в груди, или тут поможет только специалист, чьи услуги, кстати, тоже подорожали в последнее время? Ну, можно, конечно, справиться самостоятельно. Здесь очень важно убрать оценочное суждение и не перегореть к самому празднику. Не нужно подводить черту. Вот Новый год, все, конец старой жизни, начало новой жизни. Вот в этом и есть проблема. Постараться сделать так, чтобы не мышление мной управляло, а чтобы я управляла своим мышлением. И тогда мы можем структурировать и направить свои вот эти дисбалансионные внутренние состояния. Ну, как минимум составить журнал целей, составить журнал благодарности самому себе, составить журнал успехов, побед и достижений, которые уже были, и к которому человек пришел на сегодняшний момент. То есть не обесценивать то, что было сделано до этого. Ну и когда мы позволяем себе немножко расслабления, хотя бы 15 минут в день, просто погрузиться внутрь себя или позволить себе принять ванную, плюс добавить в этот цветотерапию, носить яркие цвета и краски, это поможет немножко сбалансировать вот этот сумасшедший ритм, который сейчас происходит в нашей предновогодней суете. Ну, Илья, так вот зачем огромное количество людей в социальных сетях подводит итоги года? Говорят, что они сделали, что они планируют сделать на следующий год. Таким образом, они не обесценивают то, что произошло, да, помогают, они не хвастаются, они помогают прежде всего себе, правильно я понимаю, осознать то, что они сделали, это важно? Они себя хвалят, поощряют, благодарят, таким образом говоря своему организму, да, что я все сделал правильно и я могу дальше идти к своим целям. Потому что подкорковые структуры в основном считывают наши внутренние программы, наше состояние организма. И если мы будем подпитывать, наоборот, плюсовые ресурсные состояния, это и будет у нас в бонусе, в приоритете. Ну вот, а еще один вариант, когда тревожности нет, но и новогоднее настроение последний раз было, ну, предположим, там, в начальной школе. Какие есть здесь советы? Как его создать, синтезировать, симулировать новогоднее настроение? Или не стоит себя насиловать? Нет, ну и не надо. Если действительно нет, ну и не надо, никто не обязует человека все время себе навязывать состояние праздника. Зачем? Достаточно пребывать в своем хорошем. Но если хочется, а не получается, тогда, конечно, можно немножко обмануть психику и это стимулировать. Всем всегда приятно подходят новогодние фильмы, новогодние наши советские мультики. Они настраивают психику на вот этот праздничный лад. И у нас фокус внимания с наших проблем, с наших недоделанных рабочих дел, с наших каких-то деструктивных состояний, фокус смещается на приятные праздничные какие-то внутренние... То есть надо смотреть не Гарри Поттера, да, а каникулов простоквашные. Тогда мы мысленно вернемся в то время, когда нам еще было хорошо, то есть в детство, потому что это записано на нашей подкорке. Я правильно понимаю? Сто процентов это питает нашего внутреннего ребенка, который отвечает за состояние праздника. Скажите, пожалуйста, кстати, о детях. Как не испортить новогоднее настроение тем, у кого оно уже есть? Потому что дети в семье же не виноваты, что взрослые погрязли в своих проблемах. Как у них праздник не отнять? Через силу дети же очень тонко все чувствуют, да? Если ты будешь притворяться, они поймут, что Новый год не настоящий, как и Дед Мороз. Знаете, если перед детьми притворяться, то можно поверить в то, во что я притворяюсь. И дети могут, наоборот, родителям помочь в этом притворстве. И родители забудут о том, что они притворялись и поверят в эту новогоднюю сказку в том числе. Огромное вам спасибо за ваши советы и за ваше время. На связи с нами была социальный психолог Наиля Аберарова. Мы обсуждали, как справиться с тревожностью и создать себе новогоднее настроение.